Дмитрий, вот нашумел недавний комментарий, недавняя информация, которую мы услышали из уст бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, согласно которому министр обороны России Сергей Шойгу получил обширный инфаркт, несмотря на то, что официальных подтверждений этому нет. Невзлин говорит, что Шойгу вообще выбыл из игры, возможно он станет инвалидом, если выживет. Также он утверждает, что в России арестованы 20 генералов Минобороны. Аресты, согласно Невзлину, связаны с тотальным хищением средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. Ну и речь идет здесь о кражах с 2014 года 10 миллиардов долларов, как утверждает Невзлин, выделенных Путиным на подготовку Блицкрига, как говорит Невзлин. И вот ты в своем недавнем посте в Фейсбуке по свежим следам пишешь, что это вполне возможно и даже сравниваешь это с 30-ми годами, с определенной частью 30-х годов. То есть ты это сравниваешь именно с 34-38. Вот объясни, пожалуйста, ту позицию, где ты видишь параллели. Я начну с того, что я в целом понимаю, что даже там, если конкретно какие-то сейчас сообщения того самого Невзлина, не только его, что об арестах конкретных людей или инфарктах, условно говоря, конкретных людей окажутся неверны, то, что в целом определенное количество представителей элиты будет арестовано, это совершенно понятно. Ну хотя бы просто из тех соображений, что надо кого-то свалить в вину, почему так все плохо произошло. Но сравнение, которое я сегодня приводил, оно немножко про другое. То есть, скажем так, оно не является единственным объяснением. То есть все равно кого-то арестуют в любом случае просто потому, что это же не Путин. Не может же быть такое, что это Путин там ошибки совершил. Может же быть такое, что только генералы плохие там все разворовали или еще что-то не то сделали. А аналогия у меня следующая. Вот если так посмотреть на репрессии, которые происходили в Советском Союзе, особенно в сталинский период, они ведь, ну, нам больше всего известны репрессии 37-38 годов, но ровно потому, что тогда больше известных людей под них попало под каток. Так-то, в общем-то, если брать там какой-нибудь 29-32, то людей погибло гораздо больше. Причем не только в силу там голодомора, а в силу тех же самых расстрелянных и кулаков и умерших, когда их перемещали там и так далее. Ну и были другие волны репрессий, которые просто в нашем сознании менее известны. Но если вот их всех сравнивать, то именно в 37-38 годах, ну и начиная, в принципе, с 34-го это началось, среди высшей политической элиты страны было гораздо больше арестованных и расстрелянных, чем до и после того. До того, в принципе, фактически партийная элита очень мало страдала от репрессий и исключительно точечно. После при Сталине, ну, тоже были некоторые процессы, но, по крайней мере, скажем так, в масштабах обновления высших партийных органов, обновления руководства там правительства и генералитета, конечно, ничего с постамимовым с 37-38 близко не было. Одной из возможных объяснительных линий того, почему вдруг именно в этот период так резко, скажем так, выросло число репрессированных среди высших руководителей страны, вот первая пятилетка, по сути же, провалилась. То есть это, ну, у нас просто у всех сидят штампы еще советской пропаганды, но если смотреть на реальные данные, то никакие задачи первой пятилетки не были выполнены. Она не то, что не была выполнена в 4 года, она вообще, в принципе, была изначально поставленных задач выполнена очень плохо. Было огромное количество проблем, ошибок, совершенно по-идиотски начатых инвестиционных проектов. И все это на фоне того, что ради нее были, по сути, убиты там 7-10 миллионов человек. Ну, это голодомор и действия насильственного характера в деревне при коллективизации. То есть, грубо говоря, потери для страны, в том числе для ее экономики, для ее сельского хозяйства, не говоря уже про людские потери, были колоссальны. Результаты первой пятилетки были, в общем и целом, очень скромными. Эта вторая пятилетка, на самом деле, прошла гораздо удачнее первой. И во многом потому, что некоторые наиболее радикальные, а с моей точки зрения идиотские решения, причем на которых настаивал именно лично Сталин, были во вторую пятилетку немножко, скажем так, смягчены. То есть, степень движения в сторону военного коммунизма была смягчена. То есть, очень многие вещи откатили. И во многом поэтому, а ведь, скажем так, индустриализацией внутри партийного аппарата предшествовала достаточно большая дискуссия. Это, ну, то есть, все там 20-е годы, по крайней мере, с 27-го года, они прошли под, скажем так, гидой обсуждения методов ускоренной индустриализации. То есть, как распределить это время, что делать с деревней и так далее. Ну вот, представители элиты не могли не знать этих дискуссий, они в них участвовали. Они слышали, все сидели на всех тех пленумах и так далее. Они точно так же не могли не видеть результатов. Того, что результаты оказались гораздо скромнее, многие предсказания Сталина оказались неверны, а, соответственно, цена оказалась превышающей все разумные представления. Никто такого не ожидал. То есть, понятно, что, я глубоко убежден, что там больше была проблема, связанная именно с месс-менеджментом, то есть, с ошибками, которые были допущены, а не с какими-то там сознательными действиями. Но, тем не менее, так или иначе, видно было, что потери колоссальны, а результаты такие, довольно скромные. И понятно, что самому Сталину было некомфортно, наверное, общаться с теми людьми, которые были свидетелями его колоссального провала. Ну, вот, мне это кажется, и, мне кажется, в той же, кстати, логике с очень многими, кто потом после, попав в плен или попав под разгром первых дней войны, это тоже, как бы, в некотором смысле, свидетели сталинского провала, поэтому в них изначально видели тоже там некоторых неблагонадежных. То есть, ну, Сталин, ну, это некомфортно просто. Я не говорю, что это была единственная причина репрессии, конечно, там было много разных механизмов запущенных, но, тем не менее, на мой взгляд, одной из составляющих вот истории именно про элитарные репрессии был провал первой пятилетки. Ну, и вот сейчас мы находимся, ну, то есть, я думаю, что Путин и его окружение пережили. Это самое, ну, может быть, конечно, с поправкой на более вегетарианскую эпоху, на то, что, как бы, в принципе, все сейчас там, ну, в принципе, конечно, не так, ну, и вообще почти не расстреливают, и в любом случае вряд ли будут уж такие массовые чистки, но, тем не менее, понятно, что есть какие-то люди, которые предупреждали Путина, что это ошибка. И есть какие-то люди, которые просто стали свидетелями того, что вот он принял там решения, которые привели, очевидно, не к тому, к чему, как бы, ожидалось и к чему он сам говорил. Ну, этих людей неприятно у себя держать, то есть, ну, рукой, конечно, на них надо просто будет свалить ответственность за провалы, потому что провалы, чем дальше, тем все более очевидны. Ну, а с другой стороны, ну, некомфортно постоянно видеть человека, который живое напоминание тебе, что ты, ну, облажался, назовем это так, да, там, не, скажем так, научным словом. Вот такое сравнение я провел, если ты про него спрашивал. Дмитрий, да, вот, и ты пишешь в этом посте, я только что сказал по поводу дискуссий, что были привлечены, вот, дискуссию, которую мы сейчас видим на телеэкранах российского телевидения, слава богу, не так много, мне нервы просто не позволяют это штудировать детально, но так или иначе, через телеграм-канал и какие-то отрывки того же Соловьева до нас доходят, ты, как бы, в нашей дискуссии, по крайней мере, для меня, ты специалист, вот, эксперт по Соловьеву и же с ним. Ты был многократным гостем его программ, лично с ним знаком, хорошо понимаешь его, кто это за человек, что это за человек. Вот в контексте того, что мы слышим от Соловьева его гостей, то есть они заняли куда более жесткую даже позицию, чуть ли не кадыровскую, что война должна быть тотальная, без какого-либо серьезного выигрыша в войне Россия исчезает. Тут же можем присовокупить последние выступления Гиркина и Стрелкова, в том числе у себя в Ютьюбе, которые говорят, что Россия таким образом не выиграет никак, такими темпами войну, и что войну вполне может выиграть Украина. Это что вообще? Как ты думаешь, это их самодеятельность или вот они действительно участвуют в некой дискуссии на равных, им дали возможность это высказаться, или это сигнал через них с Кремля? Да нет, ну, конечно, к реальным дискуссиям в условном Кремле дискуссии на телевидении никакого отношения не имеют в принципе. Ну, то есть это вообще не сообщающийся никаким образом сосуд. Во-вторых, ну, Кремль никогда так вот детально не управлял тем, что каждый должен говорить там на передаче у Соловьева. Никакого менеджерского ресурса, да и не нужно это. То есть понятно, что общие там направления, там некоторые темы там задаются, да, но говорить о том, что там они прямо вот дирижируют, что там скажет каждый из них конкретно, ну, просто в этом нет, главное, нужды никакой нет. Большинство же из них сами рады говорить все то, что они сами в него действительно верят, очень многие из них действительно верят. А теперь дальше. Все-таки Геркин, Стрелков и, с одной стороны, и условный Соловьев, или там некие высокопоставленные лоялисты, которые ходят на Первые каналы, все-таки, мне кажется, живут в нескольких разных логиках. Стрелков, он, ну, он правда верит, то есть он правда служит там, условной Великой России. Он одержим идеей. У него эта идея, вот, ну, это его жизнь. То есть тут нет вообще никаких сомнений. А вот то, что там разные люди более-менее приближены к российской власти, и составляющие ее, начиная с того же самого Медведева и Володина, которые что ни день, то говорят какую-нибудь очередную там ястребиную дичь, ну, и заканчивая некоторыми людьми, которые ходят к условному Соловьеву, там другая история. Там такой аттракцион, там кто громче заявит о своей лояльности. Кто побежит впереди. Вообще, во все периоды как раз репрессии, кстати говоря, это тоже очень хорошая аналогия, ну, одним из самых эффективных способов не попасть под репрессии было бежать впереди репрессии. И быть, ну, это как бы разжигало и увеличивало их масштаб, но многие используют, когда понятно, что все, все уже совсем беда, то надо стать самым ястребом и возглавить процесс, который не можешь остановить. То есть я думаю, что здесь вот и эта составляющая присутствует. То есть, ну, многие, ну, то есть, грубо говоря, все-таки сложно не понимать, что все пошло не по плану, да, то есть война развивается не так, как планировали в Кремле, и даже не то, что не так, как планировали в Кремле по плану А, но даже там не так, как планировали в Кремле по самому пессимистичному плану. Все идет еще хуже, чем в самых пессимистичных оценок, да. Это сложно не понимать. Но с другой стороны, вот из тех же соображений, с которых мы начали, показать, что ты вот все это понимаешь и осуждаешь, и видишь явные ошибки Путина, это как раз заявка на то, что ты окажешься как-то репрессирован, или просто там как минимум отодвинут от кормушки. Поэтому лучше там кричать, что я хочу еще жестче быть, еще жестче самого главного ястреба, еще и жестче там президента и так далее, что, ну, это демонстрация просто лояльности, публичная демонстрация лояльности президенту и куб. Дмитрий, но все равно, смотри, если им позволяют, вооружаться столь воинственной риторикой и кричать, что вот идем до конца и Украину нужно уничтожать, я в том числе ссылаюсь на эту статью в РИА Новости, а по сути украиноциде, ты знаешь, о чем я говорю, да? Ну, то есть это неспроста, наверное, то есть таким образом Кремль себе сужает поле для маневрирования, если мы говорим о каких-то мирных процессах, они себе эти мостики сжигают, соответственно, это идет, по крайней мере, с одобрения Кремля, и мы можем по этим заявлениям, наверное, видеть, замерять настроение кремлевского владыки, да? Да нет, ну, вот вся эта система не управляется в ручном виде. Это, то есть понятно, что если бы кто-то там пару раз себе позволил говорить что-то, что сильно выбивается сейчас с традиционной линией, с главной линией, и при этом, ну, то есть понятно, что они при этом еще какой-то определенный плюрализм мнения обеспечивают, да? То есть всегда, чтобы, ну, это тоже психологически так гораздо проще убедить аудиторию, если ты покажешь им не только всех говорящих одинаково, но еще кого-то, кто говорит хотя бы чуть-чуть против, ну, и тем, ну, а его тут все разоблачили и разгромили, да? Да, то есть это понятная модель. Никто не пишет дословных, что говорить. Управляется это тем, что, ну, кто-то, кто совсем выбился, его могут не пустить потом, да? Или уменьшить его участие, или заменить на кого-то еще. Но не в том плане, что вот сидят в Кремле, ну, это просто глупо, это не нужно, это же не нужно. То есть это управляется все на уровне условного Соловьева, или там Скобеева, или кого угодно. То есть они понимают, они делают правильные там подводки, показывают правильные сюжеты, обеспечивают некую там правильный баланс-комбинацию между там спикерами и прочее. То есть там управление может быть из Кремля там на предмет, что вот давайте вот разгонять вот эту тему, сейчас вот такая конструкция, ее нужно там подробно проговорить, да? Или давайте избегать вот таких-то, таких-то и таких-то слов. То есть вот на таком уровне иногда бывает, что у нас вот это вот, эти два слова не произносятся, или то не произносятся. Но вот такое тоже бывает. Но управлять этим как марионетками, ну просто и нужды нет, ну и потом это слишком сложно. Это снизит драматизм и эффективность пропаганды, скажем так. Понятно, понятно. Дмитрий, у нас не столь много времени осталось, но все-таки ты в первую очередь, конечно же, экономист, и много сейчас комментируешь с самого начала войны перспективу работы с санкцией. По поводу краткосрочной перспективы, ты выразился предельно ясно, санкции по сути не сменят курс Путина, это понятно, и возможно даже не повлекут за собой серьезные социальные дислокации. Вот даже приведу цитату, комментарий под одним твоим свежим постом Владислава Иноземцева. Он пишет, надеюсь, во второй части прочитать не только про ВНВ, но и про Зи-образные кривые. А если серьезно, то я уверен, что санкции не приведут к окончанию войны, как вы и пишете. Они разрушат российскую экономику, но не закончат физическое существование Путина и не деноцифицируют Россию. Так что все только начинается. Тем не менее, вот в последнем посте, в более свежем, ты пишешь о долгосрочных эффектах, которые Россия преодолеть все-таки не способна. Можешь там вкратце пробежаться, что это за эффекты? Понятно, что эффективное импортозамещение в большинстве отраслей невозможно. Просто мир идет по движению к высокой специализации, то есть, ну, допустим, больше половины всех автоматических коробок передач в мире производят три компании. Больше половины всех, там, не знаю, оборудований для производства чипов производят тоже три компании и так далее. Это все происходит не потому, что там условное BMW не может производить автоматическую коробку передач или там какие-то другие автоконцерны, а потому что эти высокоспециализированные производства, которые делают определенные узлы для всего мира, они просто делают их по лучшему соотношению цена-качества. И попытка создать российский аналог, который будет работать только в России, тому, что там какому-то производителю, который работает на половину мирового рынка, этот аналог никогда не будет, условно, столь же качественным. То есть, где-то, понятно, что где-то импортозамещение, конечно, состоится какое-то, да, где-то оно невозможно технологически, а где-то есть такая зона, где, ну, может быть, технологически-то даже что-то и сделают, какое-то что-то там, но сильно похуже и сильно дороже. Понятно, что в условиях санкций долгосрочно, ну, то есть, тоже вот то, что я там привожу как аргумент, что да, допустим, условный Макдональдс может быть запущен, но может быть, опять-таки, не с тем качеством и не с той ценой, но, тем не менее, можно там передать каким-то российским бизнесменам, которые будут управлять теми же самыми людьми. Некоторые западные производства тоже, в принципе, там, теоретически, могут быть, может быть, там, с потерей эффективности переданы в управление каким-то, ну, там, неважно, чиновникам или компаниям российским и с теми же самыми людьми, там, на других комплектующих китайских, там, что-то начать работать. Но даже если предположить подобные вещи, все равно, ведь это же будет происходить вместо открытия новых проектов в России, а не, то есть, вот был бы в России какой-то набор бизнесменов, которые планировали инвестировать в развитие экономики, которые планировали начать новые бизнесы. А сейчас, бац, куча народа уезжает, бизнесмены уезжают, из западной компании выходят. Стоимость бизнеса в России резко снизилась. То есть, там, то же самое, если говорить про готовый бизнес, что там стоил, ну, то есть, в пять раз, в три раза, где-то в десять раз сократилось. Понятно, что того бизнесмена, который начинает новый бизнес, то есть, который хочет остаться в России и планирует инвестировать в развитие экономики, альтернатива купить по дешевке что-то от того, кто уехал, или что-то от иностранцев, ну, выиграет перед альтернативой начать новый свой бизнес. То есть, даже там, где заместят, показывают, что мы заместили, что вот Макдональдс работает, ну, там, условные, там, УДОНа, неважно, как его зовут. Но ведь это же произойдет вместо того, что было бы открыто, если бы этого не было. Ну, и так, ну, то есть, это, ну, на самом деле, про экономику это просто долгий разговор, он требует достаточно развернутый. Это самое, что в целом, как я говорю, что на краткосрочном горизонте никакой катастрофы не случится, точно так же я говорю, что на долгосрочном горизонте роста у российской экономики не будет. То есть, это, ожидать, это, условно говоря, стагнации на протяжении, там, десятилетий. То есть, после падения этого года в лучшем случае будет, там, стагнация. В лучшем случае. Ну, причем, конечно, ты пишешь, что это уже избитые фразы, тем не менее, от этого они не менее правдивые, что это, конечно же, еще отток мозгов, капитала. То, что возместить будет очень-очень сложно, учитывая, сколько стоит обучение отдельно взятого специалиста в любой сфере, это, ну, человеческий капитал, это огромные деньги на самом деле. Да, безусловно. Вот смотри, то, что мы с тобой проговаривали раньше в личном общении, ты тоже здесь пишешь о том, и, может быть, уже сказал о том, что будут включаться элементы командной экономики, учитывая, что оборонка будет господствовать, да, по ходу того, как война идет, продолжается. И, соответственно, вот такой интересный вопрос в условиях, что все-таки так или иначе материалы заканчиваются, те же ракеты, танки не все заводятся и так далее, ресурс истощается. Вопрос теперь, насколько удастся Российской Федерации поставить на эту командную основу военку, учитывая, что, вот ты говоришь, Российской Федерации экономика все равно остается на рыночных своих началах, правильно? Вот это серьезная, наверное, проблема. Это, конечно, безусловно серьезная проблема. И я вообще, я не знаю, насколько она в принципе решаема. То есть, в смысле, ну, наверное, любые проблемы, так или иначе, можно как-то что-то с ними сделать, но если начнется серьезная стройка экономики с рыночной, административно-командной модель, то это, ну, резко снизит устойчивость российской экономики, и это само по себе может спровоцировать гораздо больше проблем в гражданской экономике, чем даже сами санкции. И здесь понятно следующее, что, ну, там, ближайшие какие-то месяцы, конечно, российская армия, там, условно, провоюет на тех запасах, многие из которых еще со времен царя Гороха и, там, чуть не со Второй мировой войны, они, да, пока могут использоваться. Но где-то уже сейчас начнутся проблемы, то есть, с тем же самыми высокоточными ракетами, я думаю, что тут уже вопрос остался, там, хорошо, если на месяц, там, на два, но в зависимости, там, от типов. И дальше по спектру. Сначала будут выбывать более сложные, высокоточные вещи, там, всякая, радиолокационные тоже оборудование. То есть, то, что связано с наиболее уязвимыми точками, типа микроэлектроники, там, где очень много импорта в продукции, там, где нужны, условно говоря, высококвалифицированные кадры, чтобы производить новую замену. Вот там все начнет первым сыпаться, и я не знаю, точнее, я с высокой степенью вероятности могу сказать, что, скорее всего, они сильно нарастить производство не смогут. Да и потом, в любом случае, то производство, которое есть, оно во много раз меньше, чем, ну, условно говоря, сейчас тратится в месяц. Понятно, что там, в том, что касается танков или там артиллерийских снарядов и чего-то в этом роде, то их просто такое количество, что даже того, что было, хватит очень надолго, едва ли не на годы, да. То есть, это не является, то есть, понятно, что качество будет снижаться, там, и все проще, это не является узким местом. А вот все, что касается высокоточных вещей, и все, что касается, ну, я думаю, что через какое-то время и с авиацией, реально боеспособной авиацией, вертолетной, ну, корсюдарной авиацией, тоже начнутся некоторые проблемы, может быть, не такие масштабные, как с ракетами, но тем не менее. То есть, как-то так. Ну, и тем не менее, вот мы с тобой говорили тоже, что все-таки танков еще хватает, их действительно очень много, даже если половина тех стоящих в ангарах, они не заведутся, они ржавые. Вот твое понимание соотношения людей, которые готовы воевать, и их квалификаций, да, и железяк, которые еще остаются в армии, то есть, в чем здесь Россия больше всего проигрывает, и где ты видишь самые большие пробелы сейчас в преддверии готовящейся второй фазы войны в Донбассе? Ну, понятно, что российская армия, ну, мало того, что в принципе не так высокотехнологична, как, допустим, американская, да, но так она еще и, в общем, вся построена на несколько неправильном, несовременном понимании того, какая будет война, ну, то есть, мы же понимаем, на начало этого года, условно говоря, в России было танков больше, чем, там, в Европе вместе взятых, да, то есть, больше всего танков в мире у России, там, в два раза больше, чем у Америки, например. А зачем это такое количество танков? Ну, вот, в принципе, зачем оно может быть? Могло бы быть нужно. То есть, там, Россия потеряла больше танков на Украине, чем, чуть ли не в два раза, чем есть у Германии, всего танков. Зачем? Вот, зачем такое... И это, ну, просто по всему спектру. Современная война, она же вообще уже не должна быть войной танков, она должна быть войной дронов, там, каких-то более, там, систем радиолокнационной борьбы и супервысокоточного оружия, которое у Украины постепенно будет, ну, там, я уже, я тут даже говорю не про старую технику из Восточной Европы, а именно, там, про те американские системы, которые вам начинают поставлять и так далее. А у России его и нет, и не будет. И мобилизация, мобилизация вооружения какого-то и еще более старого, которые, ну, то есть, мы понимаем, что если танков было, там, как минимум, там, 12 с половиной тысяч, это не считая еще законсервированных, ну, наверное, значит, танки еще есть, да, но это еще менее современные танки и что будут делать эти танки против американских, условно, современных дронов, которые будут просто уничтожать. Понятно, что армия, ну, просто эта армия, ну, может быть, конечно, не Второй мировой войны, но чего-то туда стремящегося постепенно, понятно, с течением времени и поставок вооружений с украинской стороны будет все более и более современной армией противостоять. Так что, ну, понятно, что есть еще вопрос численности, ну, посмотрим. Я, ну, у меня нет каких-то явных проблем. Я понимаю, что российская армия несовременна и с каждым, условно говоря, с каждой неделей, с каждым месяцем ей будет все сложнее и сложнее в этом противостоянии. Друзья, перед тем, как отпущу Дмитрия, Дмитрий, ну, один из, мне кажется, наиболее глубоких аналитиков, в первую очередь, в экономической сфере, но он комментирует и на темы военные, исторические. Подписывайтесь на его фейсбук-страничку и телеграм-канал. Я оставил ссылки на них в чате нашего Ютьюба. Друзья, это был Дмитрий Некрасов, экономист. Дима, спасибо тебе огромное. Thank you.